Сегодня отмечается Международный День Мира. Праздник, напомню, был учрежден ООН в 1981 году. Казахстан, мы знаем, ведет миролюбивую политику. Особую роль в этом процессе отводится Ассамблея Народа Казахстана. И более подробно тему мира предлагаю обсудить с Джамбулатом Тангиевым, одним из членов АНК. Джамбулат Султанович, приветствую вас. Да, добрый день. Приветствую. Как бы вы оценили значимость АНК в вопросе поддержания межэтнического согласия в Казахстане? Вы знаете, Казахстан в целом и в Ассамблее Народа Казахстана в частности является ярким олицетворением этого сегодняшнего праздника, Неомира, который Ассамблея, Генассамблея ООН, в которой Генассамблея ООН призывает все страны отказаться от насилия и призывает к отказу от военных действий. И на самом деле мы являемся хорошим, ярким олицетворением этого. И Ассамблея Народа Казахстана работает в этом направлении. Уже в следующий год у нас будет юбилейный год и работает в этом направлении. И межэтническое согласие, сохранение мира. Это те аспекты, над которыми мы очень усиленно работаем и не попадаем в руку в этом направлении. А какие задачи нужно для себя поставить? Какие задачи должны стать приоритетными для Казахстана в ближайшее время? Ну, я думаю, бесспорно, мы должны идти в азимуте того направления, того развития, которое было все эти 30 лет. Это межэтническое согласие, это дружба, это дружба народов, это добрососедские отношения со всеми странами, которые находятся и в приграничной близости, и опять-таки со всеми странами. Глава государства неоднократно это отмечает, и внешняя политика сегодня нашего государства, она явно отмечает, что наша страна, она нацелена исключительно на мир и на межэтическое согласие. Спасибо вам большое за ваше мнение, за то, что присоединились к нашему эфиру. Это джамбулат Тангиев, один из членов АНК, был с нами на прямой связи по Зуму. Спасибо.